Субтитры подогнал «Симон» 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 Цікавий уятель Каждый день на студии это самое главное, как для меня, потому что ранковая студия, они поведомляют вчерашние результаты, вечерняя студия, они обговорят весь сегодняшний день, когда уже подъи отбились и просто мы уже знаем и обговорюем, а наша студия, она как-то тут и сейчас, то если вы видели, то все наши подъи отбываются в нашей студии, марафоны, треатлоны, художник, гимнастика, легкая атлетика, все отбывается в тот самый час, когда у нас отбывается студия. Поэтому, ну, мне кажется, что мы главные на этом проекте, но это, мабуть, так все говорят. А в чем самая работа? Моя работа в том, что у меня два гостя. Гостя саме из тих видов спорта, которые уже произошли с ранку до нашей студии. Наша студия стартует 14.30, то есть с ранку до 14.30 уже что-то происходит. И вот у меня гостя саме специалисты из этих видов спорта. Поэтому мы говорим о том, как наши выступили в этих видах спорта, какие у нас шансы, может, там дальше будут какие-то финалы, какие у нас шансы, что вообще происходит в Украине в этих видах спорта и в свете вообще какие-то тенденции. Ну, один, приди сюда в эфирку, пожалуйста. Нет, через паузу, через темный зал, так что уходите на студию. Олимпиады, вообще олимпийский праздник, это не только то, что происходит на спортивных площадках Лондона, а и, в общем-то, все, чем живет вообще Лондон около Олимпиады. Вот, в общем-то, об этом мы и пытаемся рассказать в наших других новостях, все то, что происходит за пределами спортивных площадок и соревнований. А там, на самом деле, очень много всего интересного, вот, поэтому я думаю, что нашу рубрику очень интересно смотреть, мне так кажется. К нам приходит очень много звезд, спортсменов, с которыми мы говорим в общем-то, в общем о спорте, потому что, к глубокому сожалению, в нашей стране спорт не очень, скажем так, в фаворе, его не очень любят, поэтому хочется популяризировать, скажем так, спорт, чтобы смотрели все, и вот это будет интересно. Я считаю, что 30 минут, в общем-то, таких других новостей за 12 часов трансляции, просто спорты, это тоже очень интересно. Приходят гости спортсмены, они просто прекрасные собеседники, они великие интеллектуалы, вот, с которыми просто приятно пообщаться. К нам приходил Александр Волков, Родион Лука, к нам приходила Лиля Подкопаева, Аня Бессонова, еще впереди у нас Виталий Кличко, придет Яна Клочкова, Стелла Захарова, Вадим Гудсайт. В общем-то, у нас действительно собрана спортивная элита Украины. Это очень правильно, потому что, конечно, спортивные журналісти, или просто журналісти, они понимаются на спорте, но они понимаются на спорте именно с сенсом какого-то внешнего взгляда. Спортсмены пройшли самі цей шлях, они могут рассказать то, что мы не можем знать, что происходит в подготовке, что происходит в зале, что происходит в эмоциональном состоянии команды. Дуже часто спортсмены наши, которые уже закончили, которые уже залучены в проект, они знакомы с теми спортсменами, которые сейчас выступают на Олимпиаде, они могут какие-то подробицы из их особенного жизни сказать. То есть, мне кажется, что залучение спортсменов даёт какой-то такой призмак, что, знаете, как бывает там, ну, нибудь то непогано, но это самое изюминку с макатой дают спортсмены, которые были когда-то олимпийскими чемпионами, а сейчас они могут что-то рассказать, такое, ну, неймоверное, чего мы знать просто не можем. Конечно, у нас есть безусловный приоритет украинского языка, но те спортсмены, которые ещё в Советском Союзе первые медали получали, те спортсмены, которым было не очень когда из-за спорта хорошо выучить украинский язык, они, конечно, говорят по-русски, и мы здесь ничего не можем сделать, потому что их спортивные достижения от этого меньше не становятся. Но, конечно, те, кто легко выражают мысли на украинском языке, мы с удовольствием и с радостью, и более того, мы их обязываем говорить на украинском языке. Но не все могут, особенно камера и волнение. Ну, вы знаете, я бы не сказала, что у нас много светского контента и нету совсем спорта, это абсолютно неправильно. Это, первое. Во-вторых, такой проект, как делаем мы, к глубокому сожалению, не взялся сделать больше никто в нашей стране. И освещать Олимпиаду к глубокому сожалению никто больше не захотел. И я считаю, в общем-то, что, безусловно, к критике мы относимся очень позитивно, если она конструктивная. Если критика не конструктивная, мы просто на неё не обращаем внимания, потому что мы работаем, и я считаю, что мы делаем очень хороший телевизионный продукт, за который лично мне и абсолютно всей студии не стыдно. То есть, что делается первое, и раньше не делалось, есть две константики. Во-первых, это всегда обговорюется, очень часто негативно. И во-вторых, это всегда вызывает какие-то интересы. И тут, соответственно, две кардинальные точки зрения. В крайне радикальные, что отшли от канона и от основы, это как-то не так показывается, как раньше, и это не воспринимается, певно частиною глядачей, доброзрительницей в так называемых лапках. А деякими воспринимается, наоборот, наоборот, что нарешті подошли до каких-то устали на них в норме. Мы можем стандартно показать, чтобы улучшить какую-то оперативность, какую-то информативность, то, что в эвакуацію. Возможно, это может быть не стандартно, где-то с такими хлопами, уребками. Возможно, в принципе, большинство, все, все на эвакуацій, это очень тяжело захопить в силу насыщенности этой программы. Тут мы дотримуемся такого принципа. В первую очередь, свои, обовязково медали. Но когда эти два принципа дотриманы, то есть еще понятие принципу зерковости. То есть, если что-то здесь непересечное происходит, то 100 метров кусается и на болт, и дивится весь свет. То есть, ничего страшного нет. Если, например, в боксерский поединок, и идёт второй раунд, и вклиниться в этот второй раунд, для того, чтобы увидеть 20 секунд из этой драмы, которую дивится весь свет, то ничего страшного в этом нет. Мы, по-перше, увидим то, что произошло на дорожцах, и повертаёмся, власне, на уречное завершение этого боя, и узнаем попередний результат. Потому что, когда это идёт в оттяжке, або записи, або уже по новинам, это трёх, как бы не тот формат. Так працює, много серьезных компаний света, ничего дивного этого нет. Но просто деякие технологические вещи, которые были не врахованы на начале, то они уже притрались до них по ходу самой Олимпиади. Поэтому я очень понимаю, что, когда люди какие-то видят инстинкопы в эфире, это их может ратировать, они могут как-то по-другому дивиться на это, и видеть в этом негатив. Но я думаю, что это тот, кто не делает ничего нового, никуда не развивается. Если никогда не развивается, то постоянно будет кто-то с незадоволением тем, что есть, власне.